Продолжение следует... 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 Если мы помогаем, мы помогаем, мы помогаем, мы помогаем, что мы помогаем. Как вы помогаем? Терзо классификация. В медиае бронзо в баке на свете от Рафаэль Фарина Исас. Искус. Искус. Я у меня уже немного прохлад. Но я чувствую очень много... Это кортметрог, который за дуракой 17 минут, в 2017, в этом фильме очень симпатичной, потому что есть Симона, которая странина, один из-за ее жоя, которая играет его в гости, а он живет на споса, которая для нее одна из своей фис. И это железо, который закончился, чтобы превращаться в оссессию. Возьми, ты, какой-то детали? Слышно, с автором. Смотрим, кто это Рафаэль? Рафаэль Парина и Сасс. Он был в Сан-Паулу, в Брасиле, в 1990. Редактор, режиссер, режиссер, режиссер и режиссер, режиссер, режиссер и режиссер и режиссер, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. И ГУБА, о nước 18 веке, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Допотой, потой, потой, потой. Как Вы думаете, вы плачете? Ну, теперь не переживай. Прямо там, вот, все жили, все, все... Все, 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 все... Где они будут? Нет, здесь. Не так. Внутри, внизу, внизу, в саду. Хорошо. И когда она хочет вернуться? Время. Но она не должна быть выживания. А, потому что... Я сейчас... Да. Ставься спокойно, потому что она просто санта. Вот, вот эти... Вот эти, и эти пеньфиори. Эти пеньфиори. Эта капарла. Конечно. Так она, спокойно. Спасибо. Спасибо. Это санта. Спасибо. Это санта. Даже просто, dormir в вариантов что делать. Так. Вот этот готов Pitіа. Выславлён. Цука. Хотем применять. Если это аккуратно, будут точно食ом. Субтитры делал DimaTorzok 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 и это, помимо, в обеих работах, и очевидно, как и урагов, и то, что урага, как раз и я считаю, и смех, и как ни ориентирует с орицанием, young-ми дрессивно, которая, в некоторое время, как перенадус все. А по-моему, эта создава, что урага, и в определенную, в данный момент, и операи, которые находятся в дискомпетитиве, в инвидии и рancори, что есть в посту работы, она, в какой-то момент, она, в какой-то момент, спасается от этого фолла, но что, в какой-то момент, она, в какой-то момент, в какой-то момент, что я хочу сказать, что есть учителя кроматичная, очень очень evidente, что кто-то может считать схематичным, но это действительно интересно. Есть учителя, который противоролазный, когда она, в инвидии, даже, в какой-то момент, романтирует, в каком-то, как имя кроматичное, в основном, эта история с внеоролизма роза. И это зерно, в посту работы, это очень красиво, но это evidente, что ли это зерно-корошее, что покажет, или скрывается, эта история, которая, в самом деле, сферметичной, и ровно, более феменилие, и больше не действует. И есть еще одна степень чативерия, потому что, несмотря на юмор, чтоб мы говорим, что происходит реальность, в России как в России, и для России, в России, очень много всего, где, в общем, то, в ровно, уже двоих гробов сега, вдвоехо, и так же, как-то, как выручал, у него, который, в принципе, зимой, 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 и потом, в конце концов, закрепленные титры и титры, даже с музыкой что-то проще presente, но также что-то приводит на стажирование в нашем кино. Поэтому я думаю, что это в короткометрации в какой-то момент интересное, с хорошими директорами, не оригинальными, но, конечно же, с fresкой, и, мне кажется, одна из самых интересных в конкурсе. Я хочу сказать, что вирус, я должен быть уличный вопрос, но мне кажется, что во время это видеть, что я считаю, что в том, что в этом виде, когда я смотрю на колланды Гай Демо Пассан, если я не ошибаюсь, в том, что есть ли вычистое, в том, что в том, что есть ли вычисленное, что есть ли вычисленное, что в этом году, в том, что луссо, который не может помешать все. В toy работе, в этот раз, у нас в обилии подствовали, который seeks, чтобы rescать развивание, в данном случае, в только общей масштабе. В этом случае есть пункт, которые могут быть рассчитаны, или подругой, в том порядке, для рыно-обильника, чем он молодой акт, который не менял только свой рейтинг-музысов, но только у Бразилия, только у тебя. Поэтому это очень сильно интересует, потому что у меня тоже интересные вопросы, что искусственные, членные, состройства, олимпиады, в виде культуры, то есть, конечно, я могу сказать, что, я уже выясняю, что с автором от 1,5 лет, которые были представлены в кортожейнде, я здесь, как и в 90-м году, он, как мне, и в 29 лет, он, в 12-м году, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диве 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 не знаю, если ты, но забреку это повесить с вами, нет, но мы не радываем. Я посещаю, как с вами было немного побесит у меня. Я действительно... Вае, с вами стоило стихи уровня. Собственно, так же, в стихи уровня, как так вы видите, именно так. Жирного уровня. Не точнее, у меня нет, потому что это может быть помнить, но к этому уровню. И вот, Андрей, ты думаешь о том, что мы можем предотить, я-е хочу сказать, что мы можем в следующем классе. anche se in questo caso se ci aiuta la regia con la musichetta di suspense e io lo farei annunciare a te che è passato la prova dopo il terzo classificato quindi posso andare avanti regia sincronizziamoci musica più secondo classificato appunto perché un attimo di sospensione a prendo Добро пожаловать! Si ricerca se stessa, nei pensieri e nelle azioni che non sono mai rivolte al figlio. Insieme trascorrono weekend, due giorni per capirsi, due giorni per amarsi ed infine allontanarsi. Bene, abbiamo qui un autore più giovane del precedente, perché Francesco Alessandro Cogliati è nato a Desio nel 1995. Ecco, io adesso mi sento un po' come diceva prima Matteo, più o meno siamo sullo stesso anno di nascita, quindi anche lui tantissime cose. Senti questo feeling, ok. Però lui si è laureato alla nuova Accademia di Belle Arti di Milano, vabbè anche tu hai una laurea, diciamo che siamo lì. Ha studiato alla Santa Fe University of Art and Design in New Mexico. Questa non ce l'ho. Inizia a scrivere già durante le scuole superiori e decide poi di unire questa passione a quella del cinema. Noi soli addirittura è il suo primo cortometraggio ed è stato quindi classificato come secondo nel nostro concorso nazionale di cortometraggio. Questa sera abbiamo capito che le parole vanno da sole. Non solo il nostro forte, meglio i corti. Quindi è stato il suo primo corto, esatto. E si è classificato secondo nel 2018 e assistente alla regia di Luca Guadagnino per il documentario Showmaker of Dreams dedicato a Salvatore Ferragamo. Allora. Ammazza. Tanto di cappello. Termine tecnico. Termine tecnico. Amaro, 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 amaro. Certo. Dunque, direi che possiamo seguire le orme del corto precedente e quindi lo facciamo vedere e poi magari rientriamo per un commento con i nostri giurati. Certo. 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 Ehi. Certo. 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 Hai fatto buon viaggio? Sì. Sì. Sì, sì. C'era un incidente ma a parte quello niente, tutto a posto. Posso offrirte qualcosa? No. Come no? Un po' d'acqua? No, no. Non hai fatti? No, sto bene. Hai mangiato? Sì. 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 Ti ho detto sì, tranquilla. Si. Sì. Ho detto sì, tranquilla. И ты как ты? Я хорошо. Ты, в школе? Нет, ты хорошо? Да, ты хорошо? Да, ты очень хорошо? О, нет! Что ты делаешь в доме? Что ты делаешь в доме? Я учусь с друзьями, не знаю, что-то так. Дай мне руку в доме? Дай мне руку, если нужно. Папа, как ты? Я хорошо. Я не понимаю. Я не знаю. У меня новая женщина. Я не знаю. Я знаю. Я знаю, что они вместе. Я знаю, что они вместе. Я знаю. 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 как мы-ли. Я знаю. И как это? Как это? И как это? И как это? Как ты так? И так? Это неплохо А мне, ребята Ты нравится? Си Вдохновение. 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 Не забывай мне нищими, но нет ничего. Если нет, хорошо? Вдохнула. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 E' vero, sicuramente le parti non recitate tradizionalmente con i dialoghi sono migliori, ma proprio qui risiede la bellezza del cortometraggio secondo me perché in genere a volte un cortometraggio lo si fa anche per dimostrare a un produttore di quello di cui si è capaci и, конечно же, мы концентруем, на связи, на странице, на историю, или на использовании художественного языка, с каррелем, репрессии, пьяные секунды, etc. И, в результате, мне кажется, что автор, Франциско Александр Коглиати, он был бы на земле, и, по-другому, расследовавшись очень хорошо, То есть те времена, те силы, те ощущения, не предыдущие, не предыдущие, не предыдущие, и я думаю, что все это работает в этом направлении, и все это то, что это то, что это то, что с тем более, что это то, как он имеет значение,eronимы, поскольку она конечно не надела, за деле не проехали, потому что он был очень качественен, чтобы постоянно исследовать, Добавил субтитры DimaTorzok 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 Я хочу концентрировать больше тематике, на стиле стилистике. Я хочу сказать, что многие из этих кортметровок сфотографированы, может быть, немного, на историю. И, конечно, по словам стиле, это, конечно, как говорится, это тоже, как говорится, и, соответственно, в авторе, и, как говорится, что адаптится к этому стиле. Вот, в этот момент, я увидел большинство из короткометраций, потому что, как-то, 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 очень академика, очень сколастica. Грана, большинство этих ребят веков, который, в том числе, в том числе, в том числе, это очень важная школа, но, может быть, что-то, в том числе, что, в какой-то момент, может впечатляться, в журатах, или еще еще, у депутатов, которые неорегисты могут из-насуровать через линии, может быть, может быть, даже немного обусат. Но, конечно, я потом, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду, что есть номи и корти, в которых есть evidente ручка для другого типа Субтитры создавал DimaTorzok 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 и я придумала их чтобы помочь в ту Kart edo Ja и иная и получить 500 которые voluntary и нужно развивать в этом жизни не хорошо это полный bombard в том в этом доме и todo OU искреннее всё немножко погиб по-на-Ѷ наше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возвращение Это просто сцена. И это единственное что я могу делать, я знаю. Счастливое. Потому что ты способен. Да, я счастливый. Я рад, что я не могу, я победил. Это огромная гея. Какие короткометрики, не знаю, не очень много, сколько короткометрики? Я работал 3-4 короткометрики. И это заинок, что я селил в Торино Film Festival, и что гирал еще в других фестивалях. Готово. Атто voiture Не будешь в особнях жду, на ты войну, по- Ваши не проживаясь в 19-1995, но ты будешь в alleine так много. Я сегодня конкретно говорила. Да, я проживаю. Немец мировоззрительный продукт, я хотел делать то, что я хотел. И это очень красиво. Да, это очень красиво. Да, да. В Бредо Ди Карне, как вы думаете? Как вы думаете? И потом мы говорим о том, что вы думаете? Насше когда я слушаю историю моего мужа, в доме Занзарьера, в доме сконосчета. И поэтому этот взгляд сконосчета в доме в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, с дверной, это в доме. Дисимо, что «Либер арбитрио» это тема, что я устал, и я уже давно, и я так же, я так же, что я работаю в доме света, давно. и мы... Нет, я не знаю, это было... Все минуты в корте! Вау, вау, нет, мы так скажем! Субтитры делал DimaTorzok Вау, вау, да Вау, вау, если Крисиан ci помогает, мы поедим украли, на корте. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Elena, mi fai parlare, cazzo? Posso parlare adesso? Bene, volevo soltanto dire, sia messo a verbale, che questa storia della nuda proprietà, secondo me è un'enorme stronzata. Elena, quanto può andare avanti ancora? Eh, se tutto va bene. E poi la casa si libera, no? E non c'è bisogno di svenderla, esatto. Sì. E comunque Elena, siamo in democrazia, no? Per cui fate quello che volete. Io me l'ho fatta. No. No! Il venerdì no! No, no, non te lo devo dire. Che cosa devo fare? Elena, faccio i cazzi miei, va bene? No, perché... Io... 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 Tu cosa devo Baldwin czas ... Продолжение следует... 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 Но он не смотрит от двух персонажей. Одно, потому что он не ignорит полностью. И есть еще здесь очень интересная, не знаю, как медитается и как демонстрирует. Например, на скале, она находится на скале, он находится на скале работы, эта зазарьера, который становится из-за инсектора, она, который пытается говорить о том, что очень материале, который, чтобы принципе, в более надежной материале, как операрьера, он, который является, в подписании, он fez с ним длины, с этим персонажем. В нем не знаю, это, вczyнде, это действительно очень много времени. С момента из-за того, как 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 из-за этого. Также здесь есть большая основная сушена, потому что они специалии были называны в этой жизни. В диалоге, который потом является монологом, эта сина на телефон, даже становится как-то брюсио. Мы можем слушать в логике, но может быть еще универсий умор, который не имеет никакого значения. И этот рактор 2 начинает создать третья фигура или человек, малый, может быть, даже в конце, который является метавитой, который в этом отношении, который в любом случае не создан, потому что нет, но сгубой иной, только человек в его работе, и не человек. Поэтому, если у вас даже политика, то есть этот взгляд, в какой-то уровне не разводит. Об Gaylord за счет такой, для того, как статус общий, для того как расходов, для тех, как сотрудничеств, то есть, в том числе, и вот такая донна, когда готовила свежесть этого проблемы. И, в同同给我, в том числе, и этот взгляд, может быть еще более живой, из этого человека, это немного репликается из-за того, что ты бы говоришь нам в фильме. И еще нет, правда, что я сказал, что я с большой прием, если я просто в порядке. Маттео, сейчас сбирается. Серьезно, вы говорите, что-то не забывается. Я думаю, что две вещи очень интересные, которые у меня были первые споматуры из-настоящего восприятия в quotidiano. В quotidiano, когда ты делаешь на телефон, это интенсивная, что ты даже не делаешь, когда ты приготовил праздник, но в quotidiano, когда ты рисковал жизнь, потому что, когда ты не можешь организовать лучше, поэтому ты делаешь на небольшой скалетке. В quotidiano, когда ты присоединяешься на человеке, анзiana o disabile eccetera così come da questo trae spunto il tutto pare nel quotidiano c'è qualche uno un estraneo che all'improvviso si ritrova nella tua vita e ascolta anche cose che magari non dovrebbe ascoltare o vede cose che non dovrebbe vedere mi piace come in pochi minuti vengano rappresentate varie sfumature di quotidiano poi ci ho visto non so se una cosa mia o una cosa che fa parte del tuo background mi prometto di darti del tuo culturale molto finale partita di beckett cioè sono due personaggi dove in scena sostanzialmente sono due uno non può stare in piedi ed è il signore anziano e una non si può fermare non si può stare seduto che il servitore in quel caso e qui è la donna non ci sono altri personaggi in beckett c'è il pubblico che interagisce qui il pubblico diventa appunto l'operaio che in questo caso subentra proprio entra in scena direi in maniera pratica anche vera e propria mi colpisce questa cosa non so appunto se c'era un rimando voluto ce l'ho visto io proprio e prima mi ha colpito con la particolarità del fatto che il punto di vista esterno diventa una parte del gioco cioè finale come fosse un finale partita con qualche duro che lì dentro ad osservare la scena e non ci dovrebbe essere per quello che succede poi c'era il tema del libro arbitro che mi interessava che magari vuoi sviluppare tu perché mi interessa sapere come lo hai pensato poi chiaramente se stiamo andando in grambi fuori strada o se abbiamo detto quasi pensato ce lo dirai tu quello che ci siamo accorti quando abbiamo scritto questo corto a fine scrittura che c'erano tanti altri temi all'interno che andavano oltre quello che noi ci abbiamo messo senza dubbio cioè l'eutanasia per assurdo e noi non ci avevo mai pensato però è abbastanza palese è un tema che esce abbastanza facilmente dalla prima visione sicuramente il discorso sulla quotidianità era abbastanza forte a mio avviso c'è una roba importante che è rendere essenziale il lavoro questo corto c'aveva un personaggio in più c'erano altre scene in più è stato riscritto tante volte sono state diverse stesure perché abbiamo in qualche modo cercato di creare una cornice che poi a un certo punto mi sono accorto che di cui non aveva bisogno quindi rendendolo essenziale sono diventati tre personaggi due scene due stanze quindi credo che il lavoro non è stato fatto consapevolmente arrivare vicino a finale di partita ma è inevitabile quando vuoi fare un sottrazione per rendere essenziale io volevo anche la che la durata fosse così coincisa perché deve essere un cazzotto nello stomaco come un atto unico terrale c'è tutto lì tutto insieme senza disperdersi però l'atto unico del terrale comunque c'ha delle risalite che rientrano nei tre atti invece qui i tratti li abbiamo distrutti in qualche modo sono due atti cioè ci sono le aspettative che vengono distrutte da da una seconda scena che è il finale quindi è come se mancasse il secondo atto però allo stesso tempo tutto il corto è il secondo atto perché poi c'è un finale che non esiste cioè tutti ci immaginiamo dopo cosa succederà ragazzi che farà a lei quando scoprirà la morte del padre finale conflittuale ci sarà un finale conflittuale o di dialogo però non lo sai e non c'è come il gatto nella nella scatola della legge di marfica non sai se il gatto dentro la scatola è vivo morto fondamentalmente cioè contemporaneamente queste sia vivo che morto e quindi contemporaneamente non sai cosa cosa succedere cosa può succedere c'è andrea no che dici ti è piaciuto assolutamente assolutamente tanto sì sì poi io amo queste queste cose così particolari che lasciano di stucco esatto sì sì secondo me insomma avete detto voi e io ti rinnovo i miei complimenti secondo me è molto ben riuscito questo questo corto i tuoi autori prima abbiamo parlato appunto di i modelli che tanti dei nostri concorrenti hanno in qualche modo evidenziato nei loro film quali sono che cosa ti ha portato a fare cinema sicuramente anche tu avrai avuto dei modelli di riferimento che per esempio in questo film sembrano esserci allo stesso tempo anche svanire e questa sicuramente lo rende molto più interessante degli altri perché c'è appunto anche magari volendo il riferimento inconscio a baguette ma penso effettivamente quel quel piatto di di brodo è molto giapponese devo dire non so quanto c'è molto bene che in questo corto secondo me a che ha influenzato alcune scelte si è anche la cattiveria c'è molto roi anderson per quanto ricorda la fotografia abbiamo lavorato parecchio su sui living come recerenza fotografico scenografico sempre per rendere tutto essenziale e ovviamente tu hai detto che dipende da cioè è stato ispirato a un racconto che ti è stato fatto da un amico che ha vissuto probabilmente questa storia forse non propriamente in questi termini ma se tu dovessi dare che è un termine orribile ma come si usava a dire una volta no qual è il messaggio del film che poi nel film sappiamo benissimo che non deve avere necessariamente anzi non lo deve avere proprio un messaggio ma se volessi in qualche modo riassumere adesso che l'abbiamo visto la storia di questo film al di là del gioco di sguardo che sicuramente l'elemento preponderante c'è un una implicazione in qualche modo anche politica tra questi due personaggi l'uomo e la donna oppure no non c'entra niente ci sono due diversi stati sociali come ci sono tre generazioni diverse a confronto però non è sicuramente un corto politico ma la curiosità fatto curioso è che nasce volendo porre alla fine del corto una domanda e quindi un dubbio è una domanda è un po un corto sugli scettici quindi sulla cosa ti porta il dubbio spesso ti dovrebbe portare alla nazione perché agire potrebbe compromettere o la tua condizione o la libertà altrui quindi la volontà era finire con una domanda e crearne tante altre quindi quel vecchio si ammazza lui volontariamente o cade in quel brodo devo dire che l'ho avuto il dubbio l'ho visto la prima volta e credevo che avesse avuto un malore e quindi fosse caduto nel brodo invece riguardandolo la seconda e la terza ho pensato che fosse magari stufo di ascoltare tutte quelle discussioni che alla fine riguardavano immagino la sua proprietà e che quindi avesse deciso di porre fine a tutto quello strazio la speranza è che lo spettatore si immedesimi un po con lo sguardo appunto del protagonista del ragazzo che gesto le zanzariere e si ponga questo dubbio per per scegliere quindi qual è cosa dovrebbe fare poi il ragazzo in quell'occasione quindi cosa faremo noi e quello è libero un bel dilemma esatto allora io direi che dobbiamo passare alla parte più saliente per non far rimanere nel dubbio il nostro vincito dunque con l'aiuto del nostro fedele giurato non che collaboratore Matteo Lupi che ha supergetto di sempre le castagne al fuoco assolutamente diciamolo mi vesto travestiti da velina vesti panni della velina esatto la velina e procedi con la premiazione se ci aiutano di nuovo in regia mandiamo anche una musica di premiazione questa è la velina che ti potesse capitare calma cioè potevi farti un po desiderare invece proprio noi sono un po brutale allora vittorio questa è la nostra targa di riconoscimento ovviamente per essere il vincitore di questo concorso abbiamo lì un altro premio che è quello più sostanzioso poi per l'altro magari ci aggiungiamo in privato perché il premio di questa edizione di corto j festival facciamolo vedere bene appunto 1000 euro che è il mio stipendio ricordiamo lo stipendio di Matteo Lupi lo avete visto tutti inviterò a pranzare a casa come minimo perché gli abbiamo tolto un mese di stipendio e questo è il nostro premio ribadiamo che è stato offerto dal nostro editore Filippo di Antonio e quindi niente speriamo che questo te lo porti volentieri a casa che è importante questo premio perché è come un piccolo seme chissà cosa nascerà da questi 1000 euro giustamente quindi congratulazioni il mio ruolo è terminato qui vuoi andare vicino a lui magari dai mi ripeto saluti no glielo lasci puoi anche avvolgerlo puoi stare lì vicino a lui no ti volevo dare una mano nel prenderlo allora se la regia ecco qua ci fa rientrare io penso che possiamo arrivare alla fine di questa magnifica serata lui continua a stare lì con l'assegno per farlo vedere ebbene allora noi ringraziamo eccolo qua il nostro vincitore Vittorio Antonacci con il corto brodo di carne ricordiamolo vincitore della prima edizione nel corto G festival con un premio di 1000 euro ringraziamo uno dei nostri giurati che in questo momento sta tenendo in alto il premio ringraziamo l'altro giurato vieni qui vicino a noi leonardo versa che è stato davvero preziosissimo nella selezione di tutti quanti corti se ci ringraziamo noi vicendevolmente perché anche noi abbiamo realizzato questa siamo soddisfatti con la grande opera quindi siamo molto contenti speriamo vivamente che possa esserci una seconda una terza un'infinitesima edizione di corto G ci lasciamo in suspense come brodo di carne ricordiamo esatto ricordiamo tra l'altro che abbiamo anche invitato gli altri due finalisti del nostro concorso che purtroppo per impegni personali non sono riusciti a presenziare però rivolgiamo le nostre congratulazioni e i nostri saluti ovviamente anche a loro abbiamo finito con i ringraziamenti ringraziamo tutti i nostri sponsor ringraziamo la regia con cristianne luca che ci ha sopportato in questa serata supportato no siccome è un cliché supportato e sopportato io non ho detto uno solo quindi ci ha sopportato in questa serata ringrazio davvero tutti credo che siamo arrivati proprio alla fine voi continuate ovviamente a rimanere sintonizzati qui sul super j e niente ci vediamo alla prossima alla prossima edizione di corto ma così è un saluto troppo allora facciamo ci vediamo qui su super j perfetto buon proseguimento di serata e grazie a tutti grazie a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti